я расскажу тебе сказку жили были прадеды и бабы ну они не были тогда старый но была у них одна особенность большие мозги вот такие полная голова вот у других были маленькие мозги как у курицы вот так на самом донышке были такие всегда веселые ходили целый день веселились и вот наступили времена они всегда наступает царь уже не царь все начинают ругаться и вообще так все же ничего непонятно немного тиранить умных людей ну кто с большими мозгами врачи это назывались учителя ученые предприниматели зажиточные крестьяне у которых много хозяйства которых были коровы больше много земли земли много не было но каким-то образом раньше были общины среди общины каждому навязался кусок и по жребию его выигрывали и соответственно возделывали были лошади все такое они заготавливали окорока на зиму грибов много пельменей делали ну кто как ну вот таким образом ну а кто с большими мозгами значит попал под подозрение а прадеда как я уже говорил были большие мозги у бабушек вот у них было большое хозяйство и всяких забот много детей ну и как с мозгами ничего нельзя было сделать и так значит и покатилась головушка как у тех у кого куриные и нет никакого хозяйства и вообще ничего нет есть только одна зависть у того кто вы большие мозги они решили как говорит савельев в таких ситуациях в европе происходил отбор очень серьезный по такому методу ну а как как россия очень большая то все дети москва побежали соответственно отсюда 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 в хабаровск некоторые потом еще бежали значит китай пожили немножко в харбине ну потом тоже им там не понравилось тоже не полюбили это с большими мозгами они побежали дальше в америку в аргентину ну и другие вот такие места соответственно когда люди начинали свою историю природа и погода устраивая им испытания наш род столкнулся с великими трудностями в те времена жили другие народы или как сейчас называются виды например неандертальцы и денисовцы и хоббиты наверное много еще около палеонтологи откопали мало много разных видов которые исчезли а нас откапывать не нужно мы вот они есть и живые и можем говорить еще много чего делать так вот мне надеюсь и вам хочется определиться кто мы и откуда и куда идем чтобы это понять надо определить откуда мы пришли но этот счет есть много лекций добрышевского и там и других там там все разжевано лично я все даже не запомнил но не страшно сейчас появилось средства и возможности обратиться первоисточник как я их называю значит и и почитать посмотреть их доводы прованы припасть к источнику просвещения там так вот 14 миллиардов лет назад от начала вселенной пролетели незаметно в один миг но это для нас кто родился в это времена и начало нашей жизни только как называется но если думаться это всего лишь преодоление цепочки превращений ну вот так вот так вот 14 миллиардов лет от начала вселенной пролетели незаметно в один миг но это для нас кто родился в эти времена начало нашей жизни только так называется но если вдуматься то это всего лишь преодолжение цепочки превращений и так 14 миллиардов начала и 14 миллиардов начала нашей жизни ну имеется ввиду биологической на земле как появление жизни на земле ну и 3 миллиарда где-то уже такое более-менее подвижная осознанной жизни каждый из вас и все что мы видим и называем но уже существует уже три миллиарда лет вот с этого момента мы живем и совершенствуемся как определил писатель велер от простого к сложному и процесс не завершится не завершён и не завершится никогда ну как я и мы надеюсь несём свой клад в это тут и плохих не бывает людей вклад даже неудачный оказалось бы конечно насколько несколько тормозит но в целом для эволюции тоже полезен и играет на ее совершенствование как я грубо говорю до моего рождения меня не было 14 миллиардов лет ну так не было меня я тут раз и появился но это грубо и конечно в каждом сидит предок от самому суть каждого не привет есть предки ну вот и грубо в каждом сидит предок он вшит в саму суть каждого все предки без исключения можете почувствовать себя рыбой позвоночным на берегу водоема еще много кем и будете правы мы были всем никто не знает кем еще будем тут небольшое отступление осознав только у нас заложено информации ну тут небольшое отступление занав такое что у нас заложено информация и надежды всех трех миллиардов гонки с препятствиями за выживание не надеюсь вам станет как бы мне по себе осознав всю эту громадину времени сколько за это время произошло и случилось и вот счастливый миг рождения значит шанс отличиться так сказать жизнь это возможность это порыв тут возникает мысль а сколько это продлится ну пока молод в этом стараемся не думать потом чаще чаще и уже в самом конце опять не думать слишком уже виден порог за которым бездна и все ну это имеется ввиду что всегда когда идешь по улице иногда что-нибудь там кто-то тебе думаешь для этого 14 миллиардов лет я как говорится шел к этому чтобы вот тут допустим тратить время на какую-то фигню там получать какие-то неприятности не висит она больше наверное такая значимая рождение а мы вот так разбазариваем и тем более что ладно разбазариваем можем распоряжаться как угодно все терпеть еще от кого-то какие-то притеснения за это дело кажется чего-то бояться чего-то вкладывать чего-то думать что вот я так ну короче вот такая философская мысль ну все что сделано то сделано что не сделано то уже никогда не сделается что как это загробного мира то нет делаем мы распадаемся опять на атомы это дальше описываем и вот все это к чему это простая мысль идея должна и обязана привести вас как и меня негодование и возмущение а затем вот это простая мысль идея должна обязана привести вас как и меня негодование и возмущение а зачем я трачу свое свое самое ценное время на какие-то пьянки бесцельное лежание друзей с их пьяными компаниями родские фильмы или абсолютное не уместные не интересные занятия я например в школе занимался какой-то какой-то фигней потом терпел дебилов том армии вообще это похоже на тюрьму в тюрьме с тюремными законами и так далее список у каждого конечно свой но в нем вот эти все всегда присутствуют эти вещи ну вот как представишь значит 14 миллиардов лет и потом все бездна но это как-то не тонизирует короче вот вот на этом то как раз таки играют религия на этом с нашим на точки зрения несправедливостью как так долго ждать родиться и опять в ничто ну вот и решите нацуки поразмысляйте стоит ли драгоценного времени тратить саморазрушения или 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 все-таки на совершенствование сейчас хоть если есть возможность все все-таки хоть прожить несколько дольше в том числе почти бесконечно если оставить след но имеется ввиду того же я вот пишу вот это уже как бы практически все это дело вечное будет или книжки мы же знаем писателей даже композиторов которыми в принципе живут своих произведениях и как сказать это философский вопрос умерли ли они вообще они дают же пищу для новых каких-то произведений размышлений и измышлений в том числе и вот это вот заготовка такая жалкая попытка меня описать вот все что я хочу донести так это но след это вот конечно дети наши потомки первую очередь но еще виде информации вот хотя бы как это видео раньше то и были книги но у меня есть идея что все каждый кто хочет и может внести свой вклад в инновационное поле в виде мыслей и мозговой деятельности которая вызывает и генерирование магнитного поля но мозговая деятельность вызывает магнитное поле это без сомнений потому что любой компьютер он работает но у нас не компьютер но что-то похоже но компьютер это жалкое подобие принципе даже вокруг планеты есть магнитные поля которые кстати магнитное поле нет они мертвые практически мозг явно и вызывает действует вещать новые исследования появились что как бы они как бы не то что новый просто их никто может не задумался не замечал что нейроны когда работают они вырабатывают магнитные поля они простираются намного больше не принц в принципе то есть так взять до бесконечности простирается свое как бы воздействие или как сказать их можно почувствовать на каком-то расстоянии только было чувствительность бы аппаратуры то есть они грубо говоря от макушки до пяток каждый нейрон в принципе магнитное поле простирается и туда вот так вот так вот в свою очередь распространяется в бесконечность в пространстве и фактически не исчезает без следа вот такая мысль но эта мысль как бы простая как бы ничего нового чувствует вечно и возможно оказывает свою очередь воздействие на все окружаю еще вокруг и на и на всех но если она как бы вызывает кипение отчаяния вызывает парту сказать что парни не потом не вызывает дождь или там какой-то другой воздействует как это глупо на что она тоже какой как-то воздействует только надо поразмыслить над этим как какая идет обратка так сказать что в свою очередь она дает но я имеется ввиду я подружок мысли что иногда у людей возникает одновременно у всех одинаковые какие-то изобретения идеи или как это толпа или там целые народы страны набуревается какой-то одним порывом то есть территорию революцию устроит то еще что то вот в этом мы пока еще не знаем но думать над этим надо явно и в принципе к этому всех подвигаем так как а за свою очередь воздействие на все и вокруг и на всех я считаю что его нужно сделать более сильным и насыщенным нашими вот этими размышлениями и учебой исследованиями и познанием это вызовет усложнение у структуры и как бы уплотнение ну и повышение его силы для тут конечно могут многие сказать что ты тут начал куда-то съезжать но я к этому принципе подвожу что я-то выскажу эту идею дальше разбирайтесь но я могу и дальше развивать если кто-то подхвате конечно и мы используем дихую дискуссию или я буду начистояться жена начальником а чем религия вам вот допустим которая на мифология так популярна вот это вот эта идея будет считаться какой-то сумасшедшая может она недостаточно чем сумасшедшая чтобы быть верной а если даже она не совсем верная то можете верить в мужиков которые на нас смотрят с облаков подскажется вам кажется действие как-то получше хоть по научные хотя были пофере не противоречить законам физики ну вот дальше не которая может больше отдавать обратной связи как я ему да ну не связи с мыслящими существами и получать и помогать им что-то открывать и придумывать и совершенствуя этот мир главное цель да вот мы подходим главное этот мир совершенствования то есть новое вот это вот новое направление которое высказывает а вот новая платформа все религии надо закрыть нафиг как устаревшие не 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 ничему никакой под книг научного основания а вот эту вот поставить фундамент не работать с ней пользуйтесь так ну ладно короче короче нам и всем хочется следующая ступень жизни она короче другой уровень но мы отвлеклись не связь отвлекли да ладно что касается моего рода не связи моего рода мой рот видимо возник как необходимость требовалось побеждать на ходе и в войне но это я имею ввиду что чисто рот я мои дети мои бабушки будущее там поколение если будут у нас есть какая-то аномалия да вот это вот но я пошла прописываю потом вот про это я говорю да нам требовалось короче побеждать выживать на охоте и войне для этого определенные качества выносливость машина с очень сильно здоровье а также социальные качества кстати вот про это здоровье вот это выносливо что в покое и как бы тебя бездействует организм начинает реально разрушаться ему как внутрь эта энергия не имеет никакого выхода и поэтому я это бегаю много занимать чем больше занимать ему себя чувствую всеми детям это дело и всех заставлял я потому что я знаю что свою породу спортом заниматься плаванием бегом и короче чем больше денег занимаешься тем все это лучше 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 ну перед все сердствовать но главное что он возникает этот нервность к бурно реакции на происходящее вокруг на плохое на хорошее кстати ну так выносливость здоровья а также социальные качества честность честно все очень сильная твердость убеждений преданность своему роду дружба это доверие своему соплеменнику своего и жизни и сам выполнил выполнение обещаний но это медведь сведу что когда мы допустим начинали все это 536 человек ну попробуй ты не понадейся на своего товарища которым 3-4 5 мужиков которые на охоте не загоняют какого-то олень один там будет в кустах сидеть ноги ковырять там еще другой будет так мы так сдохнем с голову товарищами а если на него выйдет значит медведь все должны броситься помогать ему там или еще что то вот это имеется ввиду вот эти качества сейчас они кстати не нужны и почему мы страдаем наше невостребованы мы просто пытаемся от других людей вот это все ожидать а сейчас же каждый сам за себя то есть но самоуничтожение ну пока что-то не случилось так что таких людей как номинада беречь на таки мало ли герит упадет так я охраняю значит я охраняю левый фланг ты правый мы загоняем я стреляю не наоборот самопожертвование при нападении врагов все это выражается в резком выделение адреналина для борьбы и охоты организм каждый день до сих пор выделяет много гормонов которые раньше благополучно сгорали до большом к физическом нагрузке но сейчас с этим проблема с этим проблема ты вроде как на экзамен готовишься ты нервничаешь или там на работу или кто-то кем-то поругался или что-то тебе не нравится и ты вот это нервы физической нагрузки ты не даешь надо давать надо давать но бывает что сильно уже и нагрузка такая не поможет выделяется он может в ухеренных количествах вот маленький я не понимал что со мной родители меня буквально привязали к стулу и меня буквально все горело внутри болели все органы они меня кормили таблетками и ложили в больнице вот так когда я поступал когда я поступал в новый для себя детсад меня буквально тошнило эта реакция на опасность выживали с успех с успехом кто проблевался перед сражением и даже кажется просрался извините за продробности потом я уже потом я уже как говорится после всех этих непонятностей со своим организмом я пробовал чё же надо делать сам себя короче лечить гулять побольше бегать на улице его чудом не стало хорошо всем нормализовалась и ничто не болело и тут я начал что-то подозревать когда значит когда сижу в тепле по 5 часов потом квартира да вот так вот но это уроки школе 5 часов потом квартира уроки музыка вот это все и опять музыка и опять уроки мне реально было не по себе значит значит волнение много и адреналина и гормонов стресса движение мышц нет не сгорает ничто нигде ничего так и гуляет по организму мы например при больших стрессах организм так мобилизовался что я например не не спал по несколько дней так было например первый раз я склонился это когда меня взяли в армию вот там были казармы все груди как тут и дрых а я что-то как не мог уснуть и все это не все как оказалось какие-то опасности там таяться кого-то бьют кого-то он так она потом и было что меня там что-то кто-то придет что стукнет или еще что-то в этом роде но потом до первые месяцы потом я понял что выдерживаю очень большие и продолжительные нагрузки где другие падали и рассыпались иначе плакали вот что мне нужно было нагрузка как я сейчас понял лучше всего например ну единоборство до карате вот очень хорошо к ты вот этим они там нету команды когда от этих долбоебов они как бы ты на них нервничаешь и все такое а ты там сам по себе я уже много лет я бегаю по утрам без этого я меня поднимается давлением сердцебиение сердце начинает биться один колотится и не наверное хочет все таки кровь ту которая прибеги я прокачивал про в норме все-таки прокачать отсосать эту лимфу там новому сети убрать продукты распада а я же не сижу ни хрена не делай мне аппетита поэтому и нет ни черта нет ну вот она и бьется как сумасшедшая вот после этих холода чувствительность пропадает головные боли потливость значит деление вообще сам не по себе и нервы не в порядке и все-все раздражает и кажется что что-то такое происходит с тобой непонятно ну короче стресс стресс на стресс если не побегаешь или не позанимаешься или а после тренировки прямо там такая благодать так у меня класс просто другой человек спокойно ничего не болит мышцы все таком приятной книги вот а всего этого избавляет упражнения тренировки отменим также что также ну аппетит еще очень сильно возрастает после тренировки в штангу подымаешь проблем чуть ли не через две минуты сразу жрать охота жрать надо жрать круче обмен ищества очень сильно я всегда говорю что я очень много и очень много и мы не толстею чем это стиль всегда я не занимаюсь и вообще есть не хочу ну и опора на ближнего доверие честность сильно такие времена сильно мне вредят все что прививалось предками и родом сейчас вредит сейчас войны не нужны хитрость вранье лукаста предательство это только маленький перечень востребованных качеств такие времена тут горевать нечего раньше одно сейчас другое вот это я не перелос своим детям это и будет и мешать но посмотрим сегодня условия хорошие а послезавтра кто знает но знать и понимать это нужно не считать себя каким-то больным или ущербе а наоборот сверх ну не человека хотя этим человеком ну человеком с хорошими ценность ценами качествами да они востребованы в данном промежутке но как ну так по-то самому себе устраивать нагрузку физическую и избегать стрессов знаю что организм воспринимает их как призыв к бою бей или беги я могу привести множество примеров из своей жизни ну и жизни моих потомков возможно это покажется интимным подробности но чего их стыдиться если это выработано миллионами лет и сохраняла жизнь да вот так и давала преимущество врача давала на волноваться перед поездкой на мотоцикле туалет хочется и живот болит хочется тошнит перед полетом на самолете до убегаем милиции тоже тоже чтобы наложить можем к врач ковыряют зуб оборочное состояние когда человек когда человек вот у меня был случай да тут тут уж скрыл себе вену наоборот деловая активность на помощь и полное игнорирование там море крови было к море очень кругу море крови валялся и запах был такой неприятный никакой у меня больше состояния не было а наоборот как говорится вот как в бою в боевых действиях любом раненым вытащить из него вот желание защитить сослуживца вот несправедливо произвола ну в армии так и тоже такие случаи были как бы сплоченную дружба выручение друг друга из каких-то ситуаций неприятных ну по мне отношения меня этого никто не делал ввязывание в драку честь кого-то справедливо новость потомка бывает обмороке стрессовых ситуаций или дискомфорт в то же время колоссальная выносливость игры четыре матча подряд футбол сплавания в огромных так и другого плавания бег на много часов подряд или храдыш состояние перед экзаменами у меня отсутствие сна при жизненных катаклизмах никто не мог никто не мог подкраться ко мне незаметно даже когда сплю сразу просыпаюсь тем когда просыпается за несколько секунд до под команды подъем ночью любой шум или запах он заставляет проснуться тоже в охранном режиме находятся все органы чувств так писали бесконечных случаев когда я неделями ну короче да надеялся на людей и был естественным образом обманут может занять целые дни даже близкие этим занимается трудно жить стало моему роду когда все эти замечательные качества не востребованы начинают вредить нам же правительство откровенно паразитирует на нас и издевается вами чувство товарища как необходимое в бою попирается и втапывается в грязь доверие доверие в бизнесе всегда приходит краху и покупки бракованных вещей или с свойствами не отвечающими качествами и запросы мне нравится вопрос таких хотели а что вы захотели такие малые деньги продукт негодные на деньги то годные замечательными тратятся на как они думают ну вот в таком духе я хотел закончить да что говорится что плохо что хорошо что выдавало нам выживать что сейчас мешает почему мы чувство справедливости или как бы дальновидность и какие-то претензии допустим правительство вызывая говорят что это предательство и все остальное то есть критиковать никого нельзя нужно молча сносить то что предатели правительстве это никого не интересует как говорится ты должен слепо следовать тому что тебе говорят сверху вот мы чё и наблюдаем кого не поставь как говорится коммунисты пришли хорошо дегтярёва убрали то есть дегтярёва поставили а этого фургала убрали хорошо новый пришел хорошо гитлер пришел тоже хорошо кто бы не пришел все хорошо все сверху кто приведет все хорошо ну вот как жить с такой когда ты видишь что что они творят что и что происходит что вся страна гибнет надо смотреть телевизор верить что муде ну а если мозги есть как можно этому верить бред кругом получается что если ты пришел в один день живешь в сумасшедшем доме то ну какая бы тебя психика не была ты навряд ли что-то выдержит там где-то кричит кто-то кого-то там бьет кого-то там ножки стульев связывают чтобы он не убежал какие-то там разговаривают о свойствах лучшего как это называется синего халата на вкус чем рукава чем белого халата но это можно конечно с но это за дня в день происходит и за дня в день я со всех сторон нужно жить так трудно конечно вас понимая что вообще происходит что-то очень за питание сумасшедшие трудно выдержать то есть провести день два-три месяца среди сумасшедших но это как говорится в приравнивается к вредности очень большой вот такая фигня